Добрый вечер дорогие зрители. Сегодня мы беседуем с Еленой Порецкой. Как определить приворот по фотографии по человеку симптомы и их последствия. Добрый вечер Елена. Привет. Всем привет. Такой вопрос интересный. Представим себе ситуацию, что человек женился и через какое-то время он начинает конфликтовать со своими родственниками, с которыми раньше был в очень хороших отношениях. И по очереди прямо ссорится со всеми подряд. И родственники перестают к нему приезжать, общаться. И он общается только с родственниками своей драгоценной супруги. Как ты думаешь? Ну это сто процентов приворот, потому что такие случаи не редкость. Я много таких случаев знаю и влияния, где, допустим, мужчина, представляющий интерес для подобных женщин, влияние, что он только под семьей, там, допустим, под тещей и под женой, так сказать, то есть под семьей жены. То есть это не редкость такие случаи, особенно если человек состоятельный, там очень четко контролирует этот процесс. Отражается это потом на здоровье, то есть это могут быть, человек может выпивать, начать. Человек может, проблемы с сердечно-сосудистой системой, с половой системой, то есть с гинекологией. Ну, у мужчин это простата, позвоночник, нижняя часть спины. То есть со временем у таких людей, кого привораживали по такому принципу, как бы, еще бывает момент через ребенка привораживает, вот, и здесь существует принцип опасности, как это сказать, того, что в итоге человек просто умрет, может наступить фатальная ситуация, потому что привораживать могут специальными напитками, там и прочим, что, кстати, отражается, да, на здоровье, если это через напиток. Но также точно существуют NLP-практики. У меня из недавнего есть такая ситуация, где то же самое сделано только, как говорится, ну, можно сказать, мужчина-женщина и там второй брак у этой женщины. Получается, ее муж, вот он так точно приворожен, очень много лет привязан к семье сына через невестку. То есть она его постоянно держит, она им руководит просто. И практически вот сейчас у этих людей патовая ситуация, то есть как бы мало того, что там изводят женщину, да, как бы на самом деле порча-насмерть и прочее, доведенный человек уже до болезни. Ну и принцип того, что у человека, которого, в принципе, так держат под влиянием, у него и сердечно-сосудистая система, все уже, да, то есть. И, соответственно, там будет фатальная ситуация у него, у этого человека, потому что идет полное воздействие на него еще и медикаментозно сейчас. То есть там будет ситуация, где вот такого человека не выдержит сердце и в итоге как бы произойдет то, что они пытались делать этой женщине. То есть потому что я как бы снимаю все-таки с этой ситуации негатив, но бывает очень сложно на самом деле, как это сказать, когда нету частого контакта с такими людьми в сеансах, потому что, как бы, бывают ситуации, где это делается целенаправленно, то есть если люди ведомые, они, как говорится, ведутся, да. По большей мере имущественный вопрос, финансовый вопрос, как бы, да. Бывает, что искусственно люди, и люди обладают такими свойствами, когда они привязывают таким образом, как это сказать, к себе кого-то ради статуса положения, ну и так далее. Это бывает в бизнес-корпорациях, там, в государственных и в прочих. И тот, кого приворожили, у него страдает здоровье, на самом деле, Маргарит. То есть, получается, бьет по здоровью того, кого приворожили, это сердце, это может быть легкие, да, это может быть астматические какие-то. Да, сто процентов это как раз убьет по этим принципам, да. Потому что если взять по чакраму, то, как бы, ну это может быть и по, как говорится, состояние с горлом связано, у кого-то с головой, ну, у кого чего угодно. Смотря на какую часть делалось влияние и с какой, как говорится, целью все это делалось. А можно по фотографии определить, есть ли воздействие на человека? Конечно, можно, у таких людей отсутствует цельность в глазах, у таких людей отсутствует возможное, как бы, сейчас объясню, что лица становятся немножко отдутловатыми, то есть припухшими, и в глазах, как бы, присутствует такая некая стеклянность. То есть в таком случае это как некое одержание происходит определенной программой, где люди, подверженные под приворот, сворачивают всю свою жизненную активность только на ту семью или на того человека, которому приворожили. Ну, это достаточно сильно опасно. Бывает такое, когда естественный приворот, это когда люди обладают какой-то харизмой, они вокруг себя так могут притягивать людей. Но есть вещи, где специально так делают. Там, где искреннее чувство, там есть, ну, как бы, другое состояние, там состояние, когда человек может, независимо от партёра, думать своим направлением. То есть нет такого слепого подчинения. Там, где приворот, там идёт слепое подчинение команде того, кто приворожил. Если учесть, что существуют в ВУДУ практики, и они в разработках у наших оккультных коллег, да, кто занимается этим в чёрной практике, то представьте себе уровень влияния, да. Маргарита? Какими способами можно приворожить человек? Абсолютно разными. Начиная от взгляда, да, то есть это гипнотические, НЛПшные практики и программы, установка определённых фраз. Когда человек спит, допустим, ему могут это навешивать, соответственно, подливание каких-то, ну, вещей в кофе и так далее, и в чай, наговаривание определённых программ на напиток, и человек потом это выпивает. Потом, что ещё может быть? Через предмет могут привязывать, то есть, как бы, да, через определённую направленность. Если у человека есть какой-то интерес, через интерес могут привораживать, да, то есть к чему-либо, к кому-либо. А как через ребёнка можно приворожить? Завязывают приворот в программе через ребёнка. За счёт этого люди, как бы, мужчина через ребёнка, из-за ребёнка не может уйти из семьи, даже если хочет. И ребёнок будет страдать, то есть у ребёнка могут быть отклонения и болезни, и впоследствии судьба будет не очень хорошая. То есть у ребёнка полностью будет повторять судьбу своего родителя, а если привораживать через ребёнка, особенно если это мальчик. А может быть такая ситуация, вот, допустим, ребёнок родился в такой семье, где муж попал под влияние жены или наоборот, да, и они этого ребёнка вообще не родственникам, никому стараются не показывать. Вот в чём такая причина? Какой-то страх у них присутствует? Прям не дай бог кто-то на него посмотрит? Ну, а здесь чувство собственности, что только вообще как бы в данном случае тут может быть чувство собственности у женщины, которая, жена такого мужчины, с точки зрения, чтобы это было вот только ихнее, да. И обычно, я же говорю, у таких семей ребёнок, да, дети могут потом быть проблемными. Ребёнок, да, потому что он носитель этого приворота, поэтому она не хочет его куда-то давать. Ей нужно, чтобы программа работала через ребёнка. Вполне возможно через ребёнка приворот. Что же делать, если тот, которого приворожили, он же не знает, что вы приворожили? Естественно, признавать этого никогда не будет и считает, что это всё... Вообще, как бы там, если это реальная ситуация, например, да, то в данном случае всё-таки идёт ощущение от неправильного состояния мамы сына. То есть изначально заложенность двойственности была на отношении, своих родителей. То, что было сделано на родителях, мать перенесла на сына, и сын получил такую же проблему. И в частности, он пришла к нему, женщина, которая с ним, по сути, сделала то, что делала с его отцом. Интересная ситуация. Как это вообще возможно снять, если человек не согласен? Снимается... Я снимаю это по-сеансову, потому что привороты сразу снимать нельзя. Приворот, как бы, это определённая программа, где мужчина или женщина привыкают к структуре мышления того, что заложено. И резкая смена снятия приворота возникает в состоянии пустоты. Если ещё человек не может переключить себя на какое-то своё направление или жизнь, то в итоге получится, что человек опять вернётся всё-таки в ту исходную точку, которую сняли. То есть как бы сняли. Потому что действительно снимать приворот – это проблема. это смена программы в сознании человека на другую. Это достаточно психотерапевтическая, гипнотическая и магическая практика, которая может позволять, как это сказать, менять у человека структуру сознания. И если человек двойственный и ведомый, то при снятии приворота полного всё-таки в итоге у человека вдруг идёт отторжение к той женщине, которая привораживала, и к тому ребёнку, через который был сделан приворот. Но приворот, я так понимаю, или порчу можно снимать с человека только при его согласии, правильно? Не обязательно. Здесь может быть интуитивная просьба у человека, или телепатическая, или ещё какая-то. Ты просто можешь понимать, что это надо снять с человека, и всё. Нет, по-разному. То есть бывает запрос, бывает внутренний, бывает ментальный, бывает разный, бывает предметный. Можно через родственников снимать. Приворот снимается, и человек, через которого снимали приворот, должен делать те практики, которые я даю на сеансах относительно своего вот этого вот человека, из которого снимали. То есть за него делать, да? Да, через него. То есть поддерживать эту систему, которую я дала, потому что тут нужно менять. Так что женщина около такого мужчины находится постоянно. Соответственно, она влияет постоянно своей головой, своими разговорами, периодическим подливом всякой хрени. И в итоге, значит, сложнее, если мужчина на алкогольную зависимость попадает, потому что там уже страдает очень сильно сердечно-сосудистая система, и так далее. Но при снятии негатива я обычно стараюсь восстанавливать ту часть, которая была повреждена, как бы приворотной программой. Но все равно это не один раз, это периодами ко мне обращаются люди вот такие, я делаю это. Получается, ты снимаешь приворот, а он-то продолжает жить с этой женщиной, да, и в этой обстановке? Это все... Да, но, по крайней мере, понимаешь, если его не снимать, то там практически будет вообще фатальная ситуация вдруг, и все. А вот этот родственник, через которого можно снять, он обязательно должен быть рядом с тем? Нет, не обязательно. Это может быть просто родственник, кто заинтересован в ситуации снятия. Это можно на расстоянии делать, да? Ну, да, я онлайн работаю. И на расстоянии могу делать так. Интересно. Получается, если на отце там приворот, то на ребенке это обязательно отыграется? Сто процентов. Сто процентов отыграется, потому что ребенок несет программу, которую заложили в него, повлияв на отца. Да, и если факт приворота сделан через ребенка, то ребенок носитель этой же программы. А если не через ребенка? Ну, мы сейчас про этот случай говорим, например, ты же до этого говоришь про ребенка. Вот, если, допустим, сделан приворот через ребенка, что мужчина не может уйти, потому что ребенок, то абсолютно точно можно сказать, что, как это сказать, что это надо снимать. Ну, у меня есть такие случаи, я снимаю это, вот, потому что, ну, в принципе-то, да, как говорится, если мужчина особо не воспитывает ребенка, а воспитывает ребенка женщина, а мужчина где-то там в разъездах, ну, например, такая ситуация, там, или занят работать постоянно, то очень странно у такого мужчины вдруг привязка к ребенку. Особенно, если человек погружен в работу, любой мужчина привязывается к ребенку естественным путем, если он его воспитывает, поднимает. Это психология мужчин, которые вот так устроены, потому что они не рожают. И у них факт ребенка – это когда они затрачивают усилия, да, то есть для него или какие-то. Соответственно, в таком случае, да, получается ситуация, что ребенок, ну, как бы является носителем этого приворота. При снятии приворота через ребенка и с ребенка возвратный удар идет женщине и той, которая, или тому, кто делал, через кого женщина делала, или группе лиц, кто это делал, да, и у ребенка идет некое освобождение от влияния матери, да, такого плана, который влияет на него с отцом. И, соответственно, у мужчины такого идет отторжение резкое, потому что он вдруг начинает реально понимать, что это не его позиция, там ему нечего делать. И просто, когда, чем старше такие люди, допустим, которых приворовали, тем сложнее вывести такого человека из такой семьи полоумной, потому что, ну, на самом деле, да, потому что помимо этого существуют еще какие-то структуры, там, или люди, кто может таких людей под себя подводить. И на основе этого приворота ложится уже другой приворот, там, или привязка к чему-то. Вот, там, это могут быть друзья со спиртным, там, компании какие-то и так далее. На спиртном, наверное, привороты довольно-таки сильные, их сложно снять, потому что там, наверное, сущности всякие подсоединяются. Ну, я обычно просто завязываю на спиртное. Кстати, это работает капитально, человеку просто, когда он выпьет, плохо становится. Но сильно тоже завязывать на спиртное нельзя, если у человека существует запойность, нужно это плавно делать, по сеансу и с периодами, как вот я делаю, потому что можно сразу завязать, но если у человека привычка организма к спиртному, то снятие стресса там или прочее, то хотя бы минимальную часть какую-то я оставляю для человека. Но там, где идет перебор, человеку потом плохо будет. Буквально там какое-то количество перебора произойдет. По-моему, называется синдром отмены, да? Ну, я не знаю, как это называется. Я просто завязываю на спиртное, чтобы не было привязки. Ну, как бы обрыв делаю. Интересно. А бывают такие моменты, они же бывают не только из-за того, чтобы привязать мужчину, это же бывают и финансовые вопросы, да? Это, прежде всего, финансовый интерес. То есть, бывает, в таких семьях мужчина сам по себе не нужен, особенно если он постоянно работает. То есть, его просто терпят из-за того, что он предоставляет статус, положение, деньги. И при этом такие женщины имеют обычно любовницу. Обычно такие браки бывают постарше, помладше, женщина помоложе. И мужчина как бы и не видит в таких семьях этого. Ну, потом просто наступает при снятии приворота к такой женщине в таких семьях час икс, где вдруг открывается... Озарение. Озарение происходит, и мужчина заходит в спальню в нужное время, в нужное место, когда она с любовником, и все. И происходит ситуация растождествления отношений. То есть, резко вдруг приходит понимание у такого мужчины, что он жил, не пойми с кем. В таком случае идет разрыв плотный и жесткий, потому что есть люди, кто не прощает измен. Еще тоже интересный фактор, если такое же происходит, допустим... Кстати, насчет приворотов скажу, что и не просто там спиртное или что-то, не просто жидкость приворота, это еще ментальная практика. И вот я по своему первому мужу вспоминаю, что количество, соответственно, как бы моментов у него, вот каждый его пытался как-то привораживать, и у него в итоге он очень плохо закончил, потому что рядом не было меня, я его поддерживала много лет. я просто отказалась от отношений с ним вообще, и в частности деловых, и дружеских, и иных, то есть вообще, да, то есть я оборвала это, где-то с 16-го года у меня произошло с ним. И потом он пытался все вернуть, меня вернуть, а в итоге-то получилась ситуация, что то, что было заложено в него как программа, соответственно, разрыва на нашей семье и состояние приворота, при снятии мной вот этого, вот оно стало уходить, как бы, да, но при этом возвратный удар за его неправоту произошел, да, то есть он болел тяжело, и у него произошла ситуация, где пострадала, кстати, лимфосистема. То есть лимфосистема, когда страдает у людей, это первый принцип, что существует какая-то приворотная программа, ментальная или предметная, к партнеру, которая человека, так как это водяная система, ну, с водой связана, да, фильтрация воды получается в организме или что-то в этом роде, то в итоге получается, как это сказать, вот эти лимфозаболевания, это первый признак, что существует какая-то программа не очень хорошая, да, ну, приворотная там или... То есть, по сути, потом происходит самоуничтожение, то есть при приворотных практиках сильных страдает лимфосистема, сердечно-сосудистема, половая система, то есть мужчина может резко стать слабым в это, если это мужчину приворожили. Простата, проблема может быть с простатой, что там еще, позвоночник, это могут быть грыжи в той же самой части нижней, где поясница, да, и, соответственно, то есть такие случаи есть, и как бы когда я снимаю приворот с такого человека, я снимаю тот принцип, что на биополе присутствует уже заложенность на заболевание, я снимаю программу и по заболеванию с этого человека, выводя это, допустим, ну, как бы через родственников или через, смотря с кем я работаю, или через самого человека, снимая это с него, да, ну, насколько я знаю, редко бывают случаи, когда сам человек, кого приворожили, в состоянии это осознать, прийти, попытаться... Нет, бывают такие случаи, бывают люди сами снимают этот приворот, они просто понимают, и, соответственно, при снятии негатива происходит разрыв каких-то привязок, допустим, с тем или иным состоянием, которое раньше не давалось, например. То есть, если снимается приворот, то, соответственно, идет возвратный удар тому, кто привораживал. Если и у человека, кто привораживал, случается резкая проблема по тем, как говорится, по здоровью, по тем параметрам, по которым был сделан приворот тому, с кого снималось. То есть, получается, он начинает проблемы со здоровьем быть такие же, как были у того, кого привораживают. Да. Еще тоже интересный момент. Если бывает влияние, ну, например, какой бы пример сказать, ну, например, безличностный пример, просто скажу, допустим, пара, мужчина-женщина, и мама была против брака в свое время. Ну, например, такая, какая-то у меня там старая история у кого-то есть. И при снятии, допустим, то есть, в итоге отношения как бы были разрушены, вот, то есть, пара развелась, и как бы вернулась к родителям девушка, ну, женщина, ну, например, да. Но сам факт, потом этой женщине очень очень... потому что влияние вот такой мамы, если есть там еще папа, или они в сговоре, да, может влиять на все последующие отношения, кстати. Интересно. Теперь смотри, что получается. При снятии приворотной программы родового характера, идущей от родителей, возвратный удар идет родителям, таковой женщины, например, и возвратный удар тоже может пробивать, возвращаться, как заболевание, связанное с лимфосистемой, сердечно-сосудистой и прочим. с чем был завязан приворот. Кстати, вот это интересно очень. Я вывод сейчас сделала относительно некоторых людей. Это очень интересно. То есть, смотря что мы снимаем, то есть, да, как бы каждый раз при снятии негатива приворот, он имеет разные тенденции, разные градации. То есть, бывает приворот к какому-то направлению, бывает приворот к какому-то бизнесу, бывает ну, к чему угодно, да, что может составлять интерес и чья энергия может туда уходить. Еще тоже существенно, когда был сделан, например, на кого-то приворот к какому-либо направлению или мировоззрению, то такому человеку очень трудно переключиться на свое, даже если оно есть. То есть, потому что это все равно такие пазлы, где комфортно. Вот в чем дело. Все как бы устраивает. Ну, энергия такого человека собственного. Да, но энергия такого человека будет уходить на то мировоззрение или то направление, которому привязали этого человека. Тоже, кстати, вывод очень интересный, я об этом думал в некоторых случаях. Что еще? Еще существуют опасности до ментальных практик, то есть, когда воздействуют в своих интересах, как бы корыстных, да, ну, с помощью гипноза, НЛП-технологий, да, и таких деятелей полно на карьерный рост, там, допустим. тут тоже все заканчивается для того, кто идет по ступенькам такого карьерного роста, как по головам, все заканчивается потом проблемами по здоровью. То есть, я вообще вот за эти дни, как бы вообще вот с января месяца, да, вот анализируя многих ситуаций и так далее, я сделала очень колоссальные такие выводы, что все, что мы закладываем в себя по жизни и все, на чем мы, как говорится, концентрируемся, не умея это убирать или перерабатывать, выводя в плюс, все это у нас, получается, дает потом эффект в более старшем возрасте. То есть, если вы сейчас посмотрите на людей в окружении себя, там, взрослых, вот то, чему они пришли в определенном, там, после 70 лет, допустим, и старше, то, в принципе, и есть их результаты, вот, заложенных усилий за всю жизнь. И если, допустим, благополучно такой возрастной период происходит, то это хорошо, если там идет сбой по здоровью и прочему, то надо смотреть по системам, которые нарушены, и по ним можно определить, где и как, и что человек делал не так, абсолютно точно, да, ну, я другой пример скажу, например, бывает в корпоративных делах или в государственных структурах, как бы, да, люди, люди влияют на, допустим, начальника, ну, например, и вот так вот кто-то идет по головам, да, добиваясь потом стать вместо этого начальника, такой элемент подсиживания возьмем, как пример, и представьте себе, что такой человек, например, он был каким-то замом у такого начальника, он всегда сидел справа, вот при снятии негатива у человека может быть возвратный удар, связанный с плечами, потому что обычно руки и плечи, да, правая рука, левая рука, то есть возвратный удар идет автоматом тому человеку, то есть это может быть и артроз правого плеча, левого, смотря с какой стороны такой зам сидел, это может быть, как говорится, возвратный удар по желчному пузырю, по желудку, по поджелудочному, почему угодно, то есть это может отражаться на здоровье такого зама по жизни, и если, ну, как бы человек продолжать будет идти по головам, то фиаско будет страшно, то есть это будет очень плохая, фатальная ситуация по здоровью, и, к сожалению, такое очень сложно вытянуть, а если еще такой человек занимался черными практиками, обращаясь к кому-то, то прилетает и тетеньке, которая делала, в основном, это женщина, да, делает, ну, или тот мужчина, кто делал, и прилетает также тому, кто делал, то есть такие замы потом летят, ну, что грехотеть у того же Воробьева в окружении достаточно таких тетенек, да, поэтому у него, кстати, достаточно здоровья бывают косяки, которые не озвучиваются, и это опять же идет попытка за внимание босса, да, там, бывает, что при воздействии в таких, вот у меня тоже есть люди, кто работает в корпорациях, и там, как говорится, влияние на такого хозяина, начальника босса, создает инфекционную проблему, человек резко может заболеть, там, ну, сейчас это ковид, а так это грипп, там, и резко может быть осложнение после этого, или еще что-то, то есть, в какой-то момент времени ситуация так раскладывается, что любые заболевания в человеке, это прежде всего отголосок внутренней работы человека, ментальных, астральных восприятий, воздействий со стороны, и, естественно, как говорят, собственных неправильностей, и не всегда бывает, что там какой-то возвратный удар и типа у родителей или у кого-то там, у мужей, там, у жен, там, какие-то возвратные удары, бывает, что это просто набор негатива тем человеком, который по жизни какую-то жизнь провел, и вот так вот получилось, а вы всего лишь там, допустим, косвенный участник, потому что вы, как являетесь родственник этого человека, и вы ничего даже не можете сделать, вы просто смотрите на эту ситуацию и думаете, и уже вы можете помогать только тем, чем вы можете помочь, потому что, ну, в таких ситуациях запущен маховик уничтожения такого человека, кто приворожен, и здесь очень сложно, но есть моменты, где можно бороться и нужно, абсолютно точно скажу, и у меня есть случаи, где я снимаю, вот, и у людей восстанавливается потенциал, они как бы становятся гармоничными, да, позитивными, уходит у них этот налет, когда уходит налет приворота, человек начинает мыслить самостоятельно, как бы, проясняется сознание, и происходит элемент освобождения, то есть ощущение свободы такой, вот, обязательств перед теми, кто до этого привораживал, и абсолютно точно скажу, что люди потом начинают жить с чистого листа, как бы, да, у них свои цели, свои задачи и так далее. Не всегда человек может понять, что его приворожили, а тем более, вот, слышать, от кого-то. Приворота очень четко можно рассмотреть, когда кто-то привораживает, либо через НЛП практики, либо через ментальные практики, либо через напитки, еду и прочее, резко, резко вдруг становится человек податливым под мнение этого человека, кто приворожил, резко, просто идет полностью какой-то элемент согласия и абсолютно человек зомбирован, да, то есть внутреннее состояние при этом, я сейчас вам опишу, ты вдруг теряешь индивидуальность и ты становишься какой-то взаимосвязью, даже не частью, а взаимосвязью с таким человеком, который тебе попытался приворожить. у меня просто такие случаи бывали. То есть у тебя нет своего мнения, ты зависишь от мнения. У меня просто были такие случаи, и я чувствовала это состояние. То есть я его реально вам описываю, и резко происходит момент, где ты просто вдруг частью, человек хочет тебя сделать своей частью. Это не тот близнецовый эффект душ, про который я говорила, это совсем другое. ты не близнецовый, ты не имеешь близнецовый эффект с этим человеком, у тебя нет к нему чувств, но вдруг резко ты с этим человеком становишься согласен. Я как только у себя улавливаю такой момент по отношению к кому-то, вот у меня были случаи, я тут же это у себя убираю, потому что я четко понимаю, что это не мое состояние. Одно дело, когда присутствует близнецовый эффект душ, тут идет слияние с человеком, даже если на расстоянии люди чувствуют абсолютно друг друга, и это снять невозможно. наоборот, ну как бы разрыв таких людей чреват как бы для того, кто более слаб в такой паре ментально, да, вот в чем дело, и поэтому здесь как бы наоборот нету приворота, тут просто есть естественное вхождение, слияние двух людей, их душ, их ментальности, восприятие, ощущение друг друга какое-то, да, и соответственно, как это сказать, люди начинают вот как-то взаимодействовать, когда у них налаживается у обоих, причем, как это интересно, да, вот, а приворотные программы в этом, вот то, что я перед этим рассказывала, это состояние, когда резко человек теряет индивидуальное ощущение себя, и полностью как будто бы проваливается под человека, который приворожил, и становится как бы комфортно, но как бы кажется это гармоничным, но это чувствуется как вот сейчас даже скажу, это чувствуется как немножко подавление под себя, и есть, допустим, у вас высокий уровень ментальности, да, и глобальные планы, и планка, вот, ну вот у меня, допустим, очень высокая планка, да, мужчина около меня, и я моментально чувствую такого плана энергию, если от какого-то мужчины, у которого планка не, ну, не того уровня, которым я ощущаю, да, около себя мужчину, то я автоматом отодвигаю от себя вот эту программу, которую мне попытался кто-то сделать, ну, кто-либо, где-либо там, в компаниях, я не знаю, и так далее. Нагарит. Получается, если не снимать приворот, то в конечном итоге судьба плачевна? В конечном итоге, да, я сейчас просто анализирую уже параллельно вот передачи некоторые случаи, кстати, и я скажу, что да, судьба плачевна, в любом случае приворот надо снимать, это негативная практика, которая отражается на здоровье, и здесь прежде всего интерес это оживление, восстановление человека, что-то мне даже после этой передачи стали понятны некоторые позиции, которые я два дня назад не могла понять, мне теперь все пришло, все встало на место, сама себе поставила мозги на место. Мы эту тему сегодня обсуждаем. Да, очень не зря она тоже как-то немножко актуальна оказалась для меня. Мне кажется, актуальна сейчас для многих, потому что многие, наверное, не понимают, когда с ними что-то происходит, и почему они становятся зависимыми от чужого мнения вдруг, вдруг он начинает человеке мыслить и разговаривать с теми фразами, которые ему раньше не были свойственны, тоже очень интересно. Кстати, да. Получается, все-таки без помощи это сложно, или человек все-таки сам может как-то это снять? Очень сложно без помощи, единственное, если человек сам, вот, если кто смотрит наши передачи, благодаря, опять же, вот я, видишь, сама объяснила ситуацию, сама увидела, и у меня вдруг все встало у самой в нужное русло относительно, ну, каких-то вот у меня родственники, да, есть, соответственно, относительно вот какой-то ситуации у родственников, да, вот, то есть я все думала, почему так, и вот пришло решение, вот я сейчас это вам озвучиваю, то есть существенная позиция приворота там точно присутствует, как бы, и влияет имущественный интерес, к сожалению, как бы, ну, что тут сделаешь, что тут сделаешь, не будем говорить вещи, которые, в принципе, даже если случается фатальная ситуация в таких моментах, как бы, что теперь сделаешь, карма, но возвращается потом все это, то есть, если взять другую грань, что люди делают приворот, и думают, что это им не вернется, все, что они делали, как приворот своему партнеру, возвращается, потом возвратным ударом с двойной силой, и та, которая делала приворот, она получит тот же комплекс проблем по здоровью, которые делались партнеру. Ну, это понимают только те, которые более осознанные, но, как правило, более осознанные люди и такими вещами как раз таки не занимаются. Те, кто занимаются такими вещами, если они скажем так, не сами колдуны и колдуньи, то они не понимают последствия, им особо, видимо, никто об этом не рассказывает. Да, нету культуры поведения вот в эзотерике, да, это первое. Второе, потому что наше направление пытается высмеивать всякие придурки, которые потом к нам же, особенно с телевидения, приходят и пытаются что-то снимать. то есть на самом деле пока не ударит по человеку, как говорится, ну, жизненная какая-то ситуация, до тех пор люди будут бегать на уровне подслушанно, там, особенно молодые, да, ха-ха-хи-хи к этому относиться, но когда по ним ударит, когда к ним начнут приходить души умершего родственника, и человек не будет знать, что с этим делать, то есть когда коснется каждого какого-то конкретного индивидуума в его судьбе или в ее, вот только тогда эти люди вдруг начинают осознавать, что это факт, с которым приходится мириться, и с этим что-то надо делать, и обычно такие обыватели начинают бегать по бабкам, а бабки у нас имеют определенный разный уровень, кто-то ниже плинтусной в эзотерике, и тут смотря к какому специалисту человек попадет, вот как я на радио вечерний проспект говорила, меня спрашивали, да, я частями кстати интервью это выложу, потому что оно очень длинное, что получается в какой-то момент времени определить кто есть кто по специалисту очень сложно по сути, потому что у нас нет классификатора, допустим, который бы определял, что делать специалист с клиентом, с квирентом, или с квиренткой, то есть какая программа делает, и я даже вот сейчас пытаюсь делать рекламу своего направления в инстаграме, там мне кто-то предложил, и я вдруг стала задумываться, а как я действительно подам свой материал, потому что ну я пишу эти ежедневники, там вроде мне кажется достаточно меня знают, а люди должны понимать, что ты предлагаешь, да, и я стала думать, как я могу это предложить или это, как это, какие слова, там совершенно маркетинги другие должны быть какие-то слова, да, которые вызывают там интерес относительно чего, в общем, это целая история с этим оказалась, и я сейчас вот как бы тоже интерес смотрю вот этот вариант, что мне сейчас предложат, ну какие-то вот эти вот, делаются специальные там посты. человек, когда кинется искать специалиста, у него очень мало шансов попасть на действительно профессор. Ну в основе своей, в основе своей мало шансов, потому что те, кто просто делает рекламу, там, ну как бы, даже я скажу, что когда речь идет о снятии негатива, и очень многие сейчас кидаются из коллег в снятие негатива, вот этих приворотов, и я вам скажу, что иногда они не знают, что снимают. Уровень ощущений того, что человек снимает, вот в чем дело. То есть есть действительно работают прям серьезно, сильно, таких единицы, вот, есть те, кто даже не понимает, что они делают, то есть мало того, такие специалисты набирают себе негатив, который идет с клиентов, с клиентов. Возьми вопрос, они снимают, куда они это девают, это же куда-то деть надо? А вот самое главное, деть-то некуда, потому что такие специалистки или специалисты в основе своей не знают, что с этим дальше делать, и это перекидывается либо следующему кверенту, что не редкость, да, и потом человек получает удар не с хера, да, ой, извиняюсь, ни с чего, вот, и в какой-то момент времени это перекидывается на родственный круг или на самого специалиста, который, вот я знаю много специалистов, у которых были потом такого плана проблемы. ну, я вот попалась мне, не буду называть какой канал, есть канал по регрессиям всякими, они там, типа, мы чистим, мы снимаем, тролливали, и идет, кто-то слил запись того, как они это делали. Я что-то слышала про это, да. И что интересно, они, получается, сняли с одного, да, и перекидывают на другого. И вопрос, на кого они перекинули, они перекинули на совершенно случайного человека, который им попался на глаза. То есть, стоял себе человек, ни о чем не думал, ни о чем не думал. То есть, у нас нет культуры снятия негатива с людей. То есть, если, допустим, человек приходит в религиозное учреждение, или вот мы приезжаем на Капище, там сама структура построения религиозной организации позволяет перерабатывать этот негатив. То есть, люди туда приходят, обращаются и так далее, да. И как бы там, ну, тоже Капище, оно тоже элемент храма, только в лесу, да, или там у кого во дворе. Но в любом случае, да, это идет переработка негатива на уровне определенной, как говорится, конфигурации богов. То есть, что выше человеческого сознания. А здесь же получается, что если люди, мы эзотерики, у нас нету такой храмового комплекса, допустим, да, какого-то, или какой-то организации, которая бы нас объединяла в определенное русло, где мы могли бы это перерабатывать. Вот в чем дело. То есть, каждый специалист от фонаря практически делает это, набравшись, не пойми где, системы совпадают. Все-таки, да, там, а если нет, что с этим делать к веренту. И вот в этом есть проблема, как бы, да, на самом деле. Маргарита? Смотри, как раз Екатерина написала вопрос, хотела тоже его задать. Пишет, на протяжении долгого времени была зомбирована одним мужчиной. Не могла освободиться от привязанности, он резко умер. Зачем у меня была такая ситуация дана в жизни? Ну, кармические отношения с прошлой жизнью у вас. Я даже думаю, что душа этого человека около вас. А вот возникает вопрос. Вот человека приворожили, да, тот, кто приворожил, вот так внезапно умер. Что происходит с приворотом? Он дальше... Приворот к душе человека, ну, как бы душа человека, кто приворожил, он так и остается около привороженного им при жизни. И, по сути, как бы, он будет отрабатывать эту же карму только астрально рядом. То есть, она все равно от него не отвяжется, пока не снимет приворот. Я правильно понимаю? Не отвяжется. Потому что уже душа человека потусторонне будет привязана. Как я знаю? Ну, определенными практиками. То есть, можно? Можно, да. Интересно. Могу предположить, что этот мужчина умер, может быть, ему что-то вернулось? Кстати, да. То, что он сделал, он, наверное, не просто так привязал к себе. Видимо, вот, Екатерина спрашивает, что прошло уже два года, до сих пор около меня находится. Да, но около вас, он так и будет около вас, вам надо это снимать с себя. А если не снять, получается, те же последствия, которые... Как ощущения, какие ощущения при вот такой связи с потусторонним человеком, они ощущения, во-первых, присутствия можете чувствовать, потом он у вас может влезать в вашу голову, и вы можете чувствовать его. Может жить в вашей жизни около вас. Вам передуски, да? Ну да, он поэнергетически это будет отток энергии на потустороннюю душу, и как бы здесь и он будет маяться, и вы. Здесь надо делать растерчтвление ваших душ в плане приворот снимать, чтобы у вас не было. Конечно, надо. А, чтобы он так выступал со многими женщинами. он будет отрабатывать, конечно, но вам лучше снять. Лучше снять, отодвинуть от себя, во-первых, человека освободить. Вообще, как бы, я все думала, передачу тоже про медиумные дела там сделать. У меня была тема, на своем канале все не успела записать. Начала записывать, ну что-то заморочился. 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 Короче, вот, если взять потусторонний вариант, отношения, потусторонний человек и живой человек, то связь происходит и идет влияние на ментальный пласт, на астральный и на жизнь человека живого. И ощущение как бы влезания в вашу жизнь могут быть таких людей. и дело в том, что как бы в основе своей люди уходящие, ну как бы, да, они ищут потом справедливости в решении для себя, их души, у тех, кто видит или ощущает их. И здесь опасно стать проводником таких душ. Если вы спонтанно чувствуете это, то здесь нужно быть осторожней. и здесь еще присутствует опасность, как это сказать, воздействия на вашу жизнь, на ваше направление, то есть направленность. Если вы чувствуете, что вас тянет как бы не туда, а куда-то там, то вы должны понимать, что здесь тоже может быть влияние потустороннего мира. И здесь все равно идет обмен. Если вы занимаетесь спиритизмом, например, специально серьезно, как я, то практически контакт этот идет, у меня обычный контакт идет не со всеми, то есть я практически, я постараюсь не подпускать к себе близко в свое пространство души умерших, хотя вот два дня я была в определенном месте интересном, таком неприятненьком, и я после этого как бы очень сильно устала, и что-то там прям очень много всяких было. плохой энергетики, где, скажем так, неупокойные души ищут к кому прицепиться, наверное, больше всего в больницах, да, где особенно тяжелые больницы. очень сильно в больницах, это первое. Второе, там, где платные клиники присутствуют, где существуют корыстные схемы, связанные с имущественным или финансовым планом, там, где, ведь врач это тот же целитель, да, и то, что нам там говорят, что мы там деньги должны крупой питаться там и прочее за свою работу, это такой бред в нынешнее время, когда все повернуто на деньги, да, то есть люди не соображают, что говорят, но принцип у врачей такой же, как у целителей, нельзя брать за лечение планку, превышающую, как говорится, то, что они делают в лечении, то есть если врач или центр клиника платный берут за свои услуги очень большие деньги, в итоге все врачи, участвующие в этом, в итоге будут иметь последствия и их род по здоровью, по деньгам и прочему, то есть в итоге будут большие потери, а если таковые люди существенно нарушают закон морально-этический, да, как бы соответственно души неуспокойные, которые будут ходить в таких медицинских заведениях, они все равно притянут ситуацию, допустим, представьте, я туда пришла, например, в такое место по определенным причинам, ну допустим, с кем-то, с экверенткой какой-то или экверентом, человеку нужно было решить вопрос, например, и я уже почувствовала, я уже что-то убрала, что-то сняла, и при этом я уже выстроила определенные схемы, сама того даже не ощущая, потому что у меня все на автомате такое, которые, в принципе, используются потом, и вдруг произойдет снежный ком-проблем у такой клиники, например, и абсолютно точно скажу, что обрушение таких пирамид, ну не пирамиды, это я называю ну как бы мошеннические схемы, в принципе, целительные, да, как бы, ну на уровне врачебного эгрегора, который официален у нас, это еще страшнее, то есть выписывание не тех лекарств, дача не тех диагнозов, это все наказуемо, и люди, которые на этом зарабатывают деньги в медицине, будут и они страдать, и их родственники, и так далее, то есть это все возвращается потом, и это страшно на самом деле, потому что так как сейчас все убыстраяется, такие люди будут получать очень серьезные проблемы. Тогда вот в связи с этим есть такой еще вопрос, ну иносказательно скажу, потому что YouTube такие вещи блокирует, сейчас очень много видео после барана фикуса, то есть больше всего народу как раз таки помирает в таких заведениях, скажем так, да? Платно? Вообще. А, ну на самом деле те, кто дома, выживаемость у них гораздо выше, чем те, кто попали в больницу. Очень много видео с доказательствами различных. Ну, по сути-то принцип залечить таблетками присутствует, ведь COVID- это инфекция. там другая ситуация, там не то, что залечить таблетками, там специально спущена сверху, скажем так, программа лечения, которая заточена именно на то, чтобы человек оттуда уже не вернулся. Это уже много таких доказательств. Вот в связи с этим, что будет вот тем врачам... Но это уже это уже это уже идет это уже не мошенничество называется, это уже убийство народонаселения России через некие точки по всему миру сейчас. Некие точки Минздравов, да, не только в России. То есть медицинский Григорь, по сути, сейчас очень странный стал. Сейчас стал боиться с обычным насморком куда-то обращаться. Да, да. А потому что абсолютно нет гарантии, что это... Если вы посмотрите на современные больницы и на клиники, то в принципе это своего рода та же тюрьма, только под определенным медицинским эффектом, да, и там человек беззащитен, к сожалению, но это так. Очень много примеров, когда человек своими ногами приходил в больницу и буквально на второй день он становился овощем, ему втыкали трубку от вентилятора, типа он сам дышать не мог, он оттуда уже не выходил, при этом его привязали за руки, за ноги, и у него не было никакой возможности общаться с родственниками. То есть что прилетит вот тем, кто это все делал? Вот в чем вопрос. А, ну, если из недавней ситуации, в которой я с некой эквиренткой пересеклась в таком виде, как ты сейчас рассказала, то там прилетит СК РФ и прокуратура в ближайшее время. Ну, это... Помимо того, что прилетит им благодаря... Кармически прилетит, если это было сделано в ущерб человека, то есть убийство, по сути, узаконено, то те врачи, кто этим занимается, у них произойдут те же самые принципы негативные возвратного удара. Причем души этих людей, они же там потом остаются, и они потом будут влиять в минус на тех людей, они будут искать справедливости в решении своего вопроса. И те врачи, кто делал незаконные действия, используя фармакологию или оперативное вмешательство или еще какие-то беспределы, то есть оправдывая свои действия, что говорить про химиотерапию, диагнозы до этого, допустим, человеку никто не ставил, вот у меня есть случай Эквиренки, попал в платный центр, тут же поставили диагноз, который, в принципе, подвел по две химиотерапии. Цена вопроса 600 тысяч одна химиотерапия. Как вам? Это все деньги. Кто там говорил про наш цех, а почему бы вам, господа обыватели, не пройтись по медицинским платным центрам и не заинтересоваться, сколько берут за услуги наши российские медицинские центры, чем элитнее, тем дороже. Я вам ценник сейчас сказал, вполне реальный, а теперь представьте себе, как это выглядит, то есть на самом деле там вот как бы я вчера была в этом центре подобном, 470 рублей у женщин там стояло у рецепшена, пожалуйста, 470 рублей операции. Тысяч. Тысяч. То есть разговор идет о тысячах, разговор идет не о 20 тысячах рублей, а о тысячах рублей, и это не конечная цена. После операции последует, есть эта химиотерапия, а она бывает разная, соответственно, да, она может быть агрессивной у человека, ведь при онкологии тоже разные есть вещи, а если у человека нет онкологии, а диагноз поставили специально, чтобы заработать на продаже этой химиотерапии. Это просто бизнес, это страшно. Когда женщине в одной из Южных Республик отрезали грудь под ложным диагнозом, что у нее онкология, по итогу оказалось, что никакой онкологии нет. таких ошибочных, да, ошибочных таких вещей очень много, и хуже всего. Я сейчас не говорю о действительно врачах от богов. Есть такие, и они тоже работают в таких же центрах, и они подневольны, потому что в основе своей как бы содержания медицинского этого дела, оно стоит денег, все лекарства платные, я согласна, но когда это зашкаливает, знаете ли, за суммы, которые просто в голове не умещаются, там, ну, возникает вопрос, там, конечно, страховая медицина в той же Америке, она сто раз дороже, там люди попадают, вот, я знаю случай, как бы давнишний, правда, 15-го года, муж моей Кверенки, бывший, но там, видишь, как, если бывший, она все равно за него отвечает, что интересно, да, он попал, там был огнестрел, его потом, ну, у них же оружие везде в домах, его потом восстанавливали, ей выкатили страховку, не ему, ей, 200 тысяч долларов, за что? А вот за то, что он попал в такую ситуацию, и его лечили, там, что-то у него плохое было, я сейчас уже не знаю, что с этими людьми, я давно не общалась, что-то сейчас вдруг вспомнила эту историю, вот, и вот она мне говорила, 200 тысяч, и выкатили долларов в страховку, и она должна была как-то это оплачивать, то есть, когда сейчас кто-то говорит, что у нас медицина, у нас, в чем плохо, у нас платная есть, где-то лечит, а где-то калечит, да, а бесплатная она вообще не лечит, это тоже мнение людей, абсолютно точно вам скажу, потому что в наше время сейчас получается страшно попасть в лечебное учреждение, ты не гарантирован, ну, в основе своей, вот я просто знаю случаи людей. Сейчас особенно не гарантирован, когда человек, там, есть пример, попал в больницу, и его настолько, вот буквально читала, не знаю, на случай, его начали возить по всяким клиникам, туда-сюда, обратно, и в конечном итоге они ему поставили, что он положительный по бананофикусу, и в конце концов, этот человек просто умер, он не выдержал. потому что при всех вот этих вещах еще играет роль стресса человека, который попал в подобное заведение, то есть, учитывая, что вообще-то врачи, кстати, как и полицейские, да, и все остальные госструктурные люди должны обучаться психологии, да, какое-то поведение с людьми, и успокаивающий эффект какой-то делать, то у нас получается, ну, как бы, что в роддомах у нас отношения, да, такое резко, как в советское время такое-то уже было, ну, вообще жесть, да, то есть, практически, как это сказать, ну, в советское время это было оправданно военной ситуацией, которая была в то время, и там, извините, когда на поле сражения делали какие-то оперативные вещи, там люди на живую, они терпели, поэтому там это изначально оттуда пришло, вот это жесткое отношение к больному, терпи там, там и так далее, да, там не было вот этого, сейчас же все поменялось, люди более мягкими стали, в плане подхода требует, но в больничках, в принципе, подход хороший, только там, где платишь деньги, и то за эти же деньги потом доводят человека до состояния, которое ты сказал с ИВЛ-аппаратом и прочим, лекарственными, фармакологическими средствами, то есть, соответственно, несоответствующему лечению, то есть, не то лечение было, а хуже всего, если на такое толкают родственники, допустим, есть имущественный интерес, и допустим, в такой семейной паре мужчина, женщину через это заболевание, там, ну, даже не заболевание, через вот эту вот проблему, загоняет в такую клинику, и она становится заложницей, грубо говоря, и клиники, и платной причем, и, соответственно, такой семьи, да, где вот так вот с ней поступают, на самом деле, это страшно, да. Ну, вот, Ольга Степанова откомментировала, капельница на 500 рублей стоит 6300, обалдительно. Я вообще вам скажу, что изучать фитотерапию, практики, помимо этого, изучайте фармакологию, чтобы вы понимали, что вам, если что, дают, потому что абсолютно, как вот недавно мои квиренки выписали, сколько так таблеток, и ее кормил насильный муж, так называемый, она не могла их есть, и у нее стал желудок и кишечник полностью. Таблетки выписал гастроэнтеролог, на секундочку, в платном центре, в платной клинике. То есть, а потом другой врач нормальный посмотрел, сказал, это же вообще ей пить нельзя. То есть, я к тому говорю вам, что, если уж вам приходится таблеточным лечением заниматься, вы хотя бы прочитайте, ведь это страшно, когда вы открываете фармакологический препарат, а там одни противопоказания занимает полстраницы. И это не шутка, понимаете? Да, я всегда читаю. Это надо читать, это надо понимать, и изучить тогда уж химический состав. Вот эта позиция, мы заплатили и нам сделали, она не играет там, глупость какая-то. То есть, вы должны понимать, куда вы идете, и что вам дают. Есть Google, интернет, пожалуйста, Яндекс набирайте, и абсолютно точно уточняйте, что входит туда-то, говорить с врачами какими-то адекватными. Ведь есть же адекватные врачи. Просто нужно понимать, понимаете? К сожалению, медицина сегодня, это просто, получается, государственная машина, которая получает дотации от государства, при этом сотрудникам платят копейки. Очень сильно главврачи и те, кто заведующие, распоряжаются этими деньгами, и ковидными тоже, и на самом деле, как бы хорошо, если я хороший заведующий, и действительно работают там специалисты нормальные. А по большей мере приходят к управлению именно менеджеры, торговцы, которые, в принципе, ломают всю систему лечения, им главное, чтобы платили деньги. И вот это во всех структурах печально, понимаете? То есть, я считаю, что там, ну, как бы, в Минздраве должны работать люди, приближенные к медицине, хотя бы, они просто, как бы, да, занявшие ползу. Так называемые, да? Да, они просто менеджеры по знакомству, сидящие там. Если это Министерство обороны, то там должны быть люди, которые действительно занимаются обороной страны, а не родственники кого-то, чьи-то мальчики, девочки, которые там просто занимают должности, которые вообще ни за что не отвечают, но зато они пафосны, или друг друга, там, подруга, подруги. То есть, должны быть какие-то серьезные кадровые перестановки, в частности, в России, во всех этих, в Министерство образования, обратите внимание, вы не представляете, что происходит, происходит система уничтожения, по сути, а про образование я уж молчу, да, которого нет, так еще происходит система, как говорится, ЕГЭшного мышления, где люди абсолютно как тестированные кролики, то есть, у них нету знаний, они могут только отвечать на вопросы, не вдумываясь в смысл, представляете, они не умеют анализировать ситуацию, то есть, это, грубо говоря, живые овощи, которые ходят, курят, пьют, танцуют, извините, создают семьи, и потом эти семьи плодят то же самое, пустое поколение. Хорошо, если там есть зерно какое-то в детях, как говорится, не ими заложенное, а родом, тогда из них что-то вырастает дельное. Вот, и опять же, наше министерство, что делает, спускают, как говорится, вот эти все отчеты, фотоотчеты, они, это вообще жесть. В школах директор должен фотографировать даже туалетную бумагу, висит она там или нет, и отсылать это как отчет. Директор по 15, по 20 отчетов может писать директор плюс учителя, которые сидят и дома после работы, сидят и пишут отчеты о прожитом дне, который посылается куда-то потом. Кому нужна эта информация, кто ее собирает, кто, в каком сервере хранится количество этих информационного потенциала российского, где, вот в чем вопрос. то есть возникает, у меня, например, очень много, как у человека, ну, как бы я работаю с безопасностью, у меня очень много вопросов возникает к Министерству образования, которое, по сути, ломает поколение сломанных, уже есть, да, вон они бегают по площади, как говорится, в поисках Навальных как лидеров, да, вот, пожалуйста. То есть, реально вам скажу, что если у детей не заложена идеология какая-то или направленность, то, естественно, они будут искать того, кто им в голову вложит зомбирующую информацию. Тот же самый приворот. Пожалуйста. То есть... В стране по Конституции, по чуждой нам, написано, что у нас идеология запрещена. Нет, это и хорошо, что она запрещена, иначе было еще хуже с нашей ситуацией сейчас. Речь-то идет о том, что образование как таковое, оно все равно дает определенную идеологию, понимаешь, нормальное образование, где люди, читая что-то, изучая, могут делать выводы какие-то, понимаешь. Но если учесть, что и учителя приходят в школу, которая вкладывает информацию коряво и криво, ну, ты понимаешь, да, то о чем мы говорим. А плюс, если учесть, что родители, которые тоже, извини меня, вносят лепту в сознание детей, и потом ребенок приходит и как на говно смотрит на учителя, это о чем говорит. То есть у нас отсутствует элементарное уважение к учителям, да, там, и к врачам. И от врачей отсутствует уважение к людям, как к пациентам, и от учителей по большей мере иногда отсутствует уважение к ученикам, потому что они иногда смотрят на них через призму родителей, и иные ученики, я вам скажу, это не подарок 100%. Поэтому здесь на самом деле очень много вопросов к системе сегодняшнего сегодняшнего мировоззрения в России, я бы сказала, да, то есть как бы ведь в советское время очень сильно много времени уделяли идеологии, и в принципе мы дети советского времени 70-го года, да, и у нас это живо, понимаете, и мы как бы на основе этого себя все-таки как-то воспитываем и живем дальше. А что будет дальше, какая будет идеология, дети 90-х, у них идеология 90-х, понимаете, они беспокойны, они туда-сюда мечутся, у кого-то есть цельность, у кого-то нет, то есть что будет дальше, нужна какая-то нормальная позиция в государстве, да, и не только у нас, то есть по сути государство сейчас в стадии непонимания, что делать, потому что политика бизнеса, политика капитализма, она ведет все страны по сути к упадку, потому что и глобализация, сильная глобализация во всех странах, она ведет к пустоте, потому что по сути все становится одинаковым, нету индивидуальности у народов как-то, нечего подчеркнуть друг у друга, все подростки во всех странах одинаково говорят, одинаково выглядят, потому что идет глобализация, я бы на уровне президента это бы решила вопрос, таким образом, если бы я была президентом страны, я бы вот это дело очень сильно прекратила бы, то есть обязательно бы поддерживала индивидуальные этнические какие-то вещи, какие-то личностные позиции, но не глобализация, потому что глобализация она разрушает цивилизацию на таком уровне, на ментально-астральном, то есть нету индивидуальности у стран, у каких-то заведений, то есть все как-то под одну ребенку во всем мире, обратить внимание, наше телевидение это практически то же самое, что телевидение в США или в Европе, они одинаково штампуют новости, вот все то же самое, я тут, когда уезжала в гостиницу была, решила посмотреть телевизор, включила, и я вам скажу, что это был шок, все новости были практически одинаковые, только на разных языках, ну только с разницей, что в какой стране произошло, а что нет, а так вот схема одинаковая, одинаковый дизайн абсолютно, только буквы иностранные или не иностранные, кто хозяин всего этого, покажите мне, я его пору, как ту изигрелку, Маргарит? Ну, хозяева, в принципе, уже известны, да и нет, я думаю, глобалисты, поэтому там совсем другая тема, а не тема нашей передачи пока, ну мы, так нет, это тема нашей передачи, приворот присутствует и на таком уровне, 25 кадр в телепроектах и так далее, это тот же самый приворот. В каждой рекламе, я думаю, заложено. В каждой рекламе заложено купите этот продукт, а замечали? И мало того, заложена еще информация, которая потом возникает болезнь, у людей может возникнуть болезнь на основе просмотра той или иной рекламы. Есть фильм, снятый, даже он черно-белый, снятый давненько, называется на русском языке «Чужие среди нас». Очень всем рекомендую его посмотреть, и там вот... Скинешь мне название? А то есть... Да, я в чате сейчас напишу. Фильм Картентера. Удивительно, как его вообще... Ну, сейчас, если, скажем так, не воспринимать все, что нам показывают как фантастику, очень много нам показывают реально правду. Поэтому очень рекомендую посмотреть этот фильм. Как раз это вот где человек нашел какие-то очки, когда он их носил, он видел все способы манипуляции и также все нечеловеческие лица тех, кто этим занимался. Очень познавательно и очень... Я вот два раза, наверное, смотрелась внутри. Мне название скинь. Да. Так что очень советую. Ну, ладно, на сегодня мы уже, наверное, закончим. Мы уже час почти 15 в эфире. Благодарю, Елена. Было очень интересно. Всем пока. До следующей среды. Там будет тоже очень интересно. Подписывайтесь на наш канал, если кто-то не подписан. Ну и как сейчас говорят, возьмите колокольчик, будет прилетать уведомление. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...